В начале было слово, а сегодня фотки, стикеры, эмоджи. Встречайте Мегафон 3.0 со скоростным 3.5G. Который теперь доступен всем абонентам. Переходи на Мегафон. Это женский стендап на ТНТ, давайте продолжать. Встречайте, Варвара Щербакова! Здравствуйте! Свершилось. Я в общественном месте сделала замечание со словами «молодые люди». Значит, как было? Рассказываю. Я летела в самолете. Рядом со мной очень громко угорала компания, соответственно, молодых людей. Они прям не затыкались час, реально. Я сначала молча цокала. Я очень ярко цокала. Типа, ну, когда люди думают, откуда в самолете поворотник. Вот это. Они это слышат, но не замечают. В итоге, я собрала всю волю в кулак. Я к ним поворачиваюсь и говорю, молодые люди. Очень не хочется быть душной стервой, но не до трах распорядился иначе. А он же реально так работает, да? Он тебя достигает как-то неожиданно, как в фильме «Веном», да? Когда ты такая «Все нормально, все хорошо», и вдруг резко «Откройте вторую кассу!» Спасибо. Слушайте, я все понимаю. Я осознаю, что я поступила как сука. Но я вам честно скажу, на меня весь самолет смотрел с таким восхищением. Потому что на самом деле таким людям, как я в обществе, всегда все очень благодарны. Потому что мы берем на себя вот эту неприятную функцию быть плохим человеком. А быть вот этой собакой, которая вовремя скажет «Ребеночка, да?» Попросите не чавкать. Все-таки некрасиво так соском. Слушайте, я с тобой горжусь, реально. Я рада, что я сказала именно так, вовремя. Да, не так, как это у меня обычно бывает, когда уже вечером после всего сама с собой под одеялком. В смысле? Со своим нельзя. А где, по-вашему, должна в Кидзане и пиво взять? Я еще подумала, если так и рассуждать, то я уверена, что абсолютно каждая женщина хочет быть сукой. Правда. Досадно, но я понимаю, что если вот до 30 лет мне не удалось ей устать, я, наверное, уже и не стану. Да, невозможно стать ею, если у тебя в лексиконе есть слово «досадно». Ну, я вообще не из тех женщин, которые четко знают, чего они хотят. Потому что, ну, о чем говорить, я даже просто парню не могу намекнуть на секс. Я не знаю, как это делается. У меня есть подруга, она говорит, надо дать ему понять, чего ты хочешь, но при этом, как бы, сохранить интригу. Я думаю, а как? Ну, что мне ему говорить? Деба, слушай, пять лет в Москве, а до сих пор не курила кальян в Москва-Сити. Вот бы на выходных кто-то меня хорошенько отодрал. Ну, у меня уже ручки опускаются, на самом деле. Хотя раньше так не было. Раньше как будто даже окружающие люди в меня верили сильнее. Потому что, когда мне было 13 лет, моя тетя мне на день рождения подарила книгу «Как стать стервой». В 13 лет. А я была толстая, румяная и с косичками. Какая нахрен стерва вообще? Это была бы Саманта в Телефунтике. Которая говорит, мальчик мой, я бы тебе лицо обоссала, но долго снимать комбинезон. Ну, вы понимаете, было интересно. Я книгу открыла, конечно, и на первой же странице было написано. Чтобы нравиться мужчинам, их нужно игнорировать. А я не представляю, как можно игнорировать тех, кто уже игнорирует тебя. Потому что, как вы понимаете, у меня много вариантов не было. У меня был один вот этот бедолага, который, знаете, уже в шестом классе к тебе на вы. Когда он говорит, вот, давай разрешите вам продемонстрировать. Мою коллекцию редких растений. Ну, это же про усы, потому что они же редкие. Понятно, что-то я уже, ну, тогда так рассуждала. Сейчас я так не рассуждаю. Сейчас я думаю, что я носом вертела вообще. Девочки, согласитесь, мир изменился. Согласитесь, мир изменился. Да, бабоньки? Сейчас время такое, когда ты смотришь на чувака в свитере и думаешь, надо брать. Мало ли, вдруг айтишник. Вообще похрен, как он выглядит. Переедем с ним хамовники, там ему голову и помою. Ну, короче, да, я не отчаиваюсь. Я не теряю надежды, но я все-таки женщина самодостаточная. Я купила себе машину недавно. Сама. Ну, три недели уже активно езжу за рулем. Это супер, реально. И вот, значит, мои наблюдения. Нервные мужики. Сука, их полно, реально. Они просто повсюду. Я вот возле дома паркуюсь на закрытой стоянке. Недавно подъезжаю, шлагбаум не открывается. Я выхожу из машины, начинаю звонить на охрану. Естественно, сзади уже понаехали эти бультерьеры. И все, сука, с этой трясущейся ногой. Сразу вот это у них началось. Телка. Право купила, ездить не купила. Один вообще так психанул. Он вышел из машины, говорит, что стоишь? Забыла, на какую педальку нажимать? Вот эта круглая штука — это руль. Серьезно? А вот эта круглая штука — твое красное хлебало. Ну вот, что я для себя поняла и приняла окончательно. Что машина, да, дорога — это вот то место, где я никогда не стану топить за равноправие. Я объясню. Значит, я недавно ехала по трассе. Мне нужно было перестроиться вправо, а справа уже ехал какой-то чувак. И я просто в какой-то момент к нему повернулась вот с этим лицом. И он сделал. Все, у меня все, спасибо. Ау, вы здесь? Мечтаешь попасть на ТНТ? Участвуй в кастинге на роль в новом сериале от авторов реальных пацанов «Ольги» и «Кафе Куба». Опупеть! Нет, офигеть! Нет, даже... Аху! Стань звездой проекта «Бедные смеются, богатые плачут». Подробности на TNT-дефисонлайн.ру Блин, такие деловые все стали, хоть талончиком прием бери. Участвуй в кастинге. Смотри на ТНТ. ТНТ-дефисонлайн.ру